Девушки отдыхают Он, отправляясь в далекий путь, попросил пресс-виктора провести собрание в среду. Тогда пресс-виктор долго размышлял и выбрал самую длинную главу псалмов и прочитал. Прочитав, сказал, слово такое хорошее, давайте еще раз прочитаем. Два раза прочитали, потом он сказал, хочется сказать многое, но у нас времени больше нет, поэтому давайте закончим. Конечно, я не с такими намерениями, но сегодня хлебопреломление, поэтому мало времени. Но мы выбрали длинный текст. Я утром размышлял, может, покороче передать слово, но слово было очень хорошее, и поэтому хотел полностью прочитать девятую главу, но я сократил как мог. Очень хорошее слово, согласны? Знаете, сегодня мы, читая слово, мне казалось, что я смотрю на себя. В 1962 году я, конечно, не был слепым, я не был нищим, но я ничем не отличался от Него. Когда я встретился с Иисусом, у меня открылись глаза, и я получил прощение грехов. Чтобы люди не говорили мне, я не мог не говорить о Евангелии. И до сих пор ясно помню, моя старшая сестра, после смерти моей матери, 14 августа 1951 года моя мама умерла. И помню, что я не мог собраться, но моя сестра очень тепло меня приняла, и она была для меня матерью. И однажды я сказал моей сестре, что я получил прощение грехов. Тогда сестра, она испугалась и сказала, «Уксу, послушай меня, так неправильно». Когда человек получает милость, то как зерно, созревая, отпускает голову, так же человек должен становиться скромным. Даже пастор нашей церкви говорит, что он грешник, пресс-фиктор говорит, что он грешник. Почему ты говоришь, что ты праведник? Это неправильно, Уксу. Знаете, слушая подобные слова от моей сестры, я не знал, как мне нужно поступить. Я плохо знал Библию, но я точно получил прощение грехов. После этого я начал читать духовную литературу. Я увидел, что проповедники, которые были впереди нас, читая драгоценное их слово, я увидел, что их духовная жизнь и моя духовная жизнь очень похожа. Конечно, в то время я не полностью понимал Библию. И, знаете, в отличие от других людей, этот слепой, когда открыл глаза, для него это было драгоценным делом. Поэтому и для меня, то, что я получил, прощение грехов, то, что я получил спасение, это весть, это факт. Иисус Христос, с Которым я встретился, Иисус Который открыл мне глаза, Иисус Который очистил мои грехи, С чем я могу его поменять? Он был самым драгоценным. И как этот слепой, каждый раз, когда читаю слово, этот слепой, он был лучше, чем я, потому что он только-только получил прощение грехов, но сразу же у него были сильные гонения. Но нищий слепой, который не был образованный, но пока Бог находился в нем, даже известные умные фарисеи ничего не могут сказать слепому. Очень ясно слепой отвечает им. Когда я читаю подобный текст, он говорит, всю славу передай Господу Богу, потому что он не исполняет субботу. Тогда что говорит слепой? Я не знаю, грешный он или нет. Он говорит, я не знаю, но одно я точно знаю. Я был слепым, и он открыл мне глаза. У него есть огромная благодарность к Иисусу. И ему говорят, всю славу вознеси Господу Богу. Мы знаем, что он грешник. Тогда что говорит слепой? Странно. Но мы знаем, от века неслыхано, чтобы кто от века очень слеп пораженному. Он открыл мне глаза. Господь Бог слышит молитву, но этот человек, то, что он открыл мне глаза, если не Господом Богом дано, тогда как это стало возможно? Так отвечает слепой. Тогда книжники, фарисеи, известные люди ничего не могут сказать против слепого. И он говорит, ты его ученик, а мы ученики Моисея. Сейчас смешные вещи говорят фарисеи. Иисус Христос в субботу, Он взял бриение и намазал на глаза слепому. Когда я был в Израиле, и мы приехали в субботу, и нам запрещали нажимать на кнопку на фотоаппарате, потому что говорят, что суббота. Тогда брат находился рядом и сказал охраннику, скажите, вот сегодня суббота, а почему вы работаете? Тогда охранник ничего не мог сказать в ответ. Знаете, их этот закон связал. Но слепой, да? Что такое суббота? Эта суббота нам изъясняет об Иисусе Христе. Шесть дней ты несешь груз, мучаешься, но когда в пятницу садится солнце, начинается суббота. И пока солнце не взойдет в субботу, в тот момент, когда ты видишь, как солнце садится, ты можешь оставить любой груз, который на тебе. Не важно, какой груз на тебе, что на тебе, это не важно. Вот что такое суббота. Почему же Господь Бог дал субботу? Иисус говорит, я есть хозяин субботы. Когда мы приходим к Иисусу Христу, не важно, какой груз на нас, мы можем освободиться от этого груза. Знаете, когда мне было 19 лет, я очень долго согрешил. Много обманывал. Много своровал. И до сих пор, я помню, мы, когда пшено созревает, мы с друзьями ходили на поля и собирали пшено, и потом поднимались на гору, и потом начали жарить пшено. И потом, если почистить, оно чистится. И тогда, если чуть-чуть подуть, тогда кожура улетает. Это было так вкусно. До сих пор иногда хочется попробовать, но сейчас негде найти подобное. И много мы воровали, были голодными. Но, зная, что это грех, мы не могли остановиться, потому что мы были голодными, и мы делали это не по-одиночку, мы делали это с друзьями. Поэтому рано утром я иду в церковь, молюсь, чтобы Бог простил мои грехи. Но в 62-м году, 7 октября, я увидел удивительный Евангелие, который говорит, что кровь Иисуса Христа омыли все наши грехи. И когда это удивительное слово вошло в мое сердце, знаете, что интересно? Что множество грехов, которые были в моей душе, они исчезли? От головы до ног, куда бы я ни посмотрел, знаете, нигде у меня не было греха. Как так удивительно могло произойти? Как такое может быть? До этого, знаете, я исповедовал мои грехи, но я же не могу все грехи до единого вспомнить. И что-то всегда в моей душе давило, и казалось, что я очень злой, греховный. Но моя душа всегда была во грехе, находилась во тьме, находилась в страхе. Нигде в моей душе не было света, не было света от Бога, только был позор и стыд. Но интересно, Господь Бог, когда увидел землю, которая была безвидно, пуста, и тема над бездною, Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Так написано в Библии. Знаете, если немножко по-другому изъяснить это слово, и сказал Господь Бог, да будет свет, и тема исчезла. Верно? Что и стал свет, и что тема исчезла, то же самое. Потому что, когда есть свет, тема не может быть. И если есть тема, невозможно сказать, что это свет. Свет и тема, они не могут вместе существовать. Когда Бог сказал, да будет свет, стал свет. Что это значит? Когда Бог сказал, да будет свет, тема исчезла. Вот что это значит. В моей душе было множество страданий. Было очень много стыдного, позорного, было множество грехов. Множество темного было в моей душе. Но все они исчезли. Именно тогда отношение к свету. Именно как слепой с рождения. Когда он встретился с Иисусом, Иисус помазал брение на глаза его. Знаете, то же самое было и со мною. Знаете, слепой умывается, он взял воду. Знаете, слепому говорят, «Иди, купай на силаме, умойся». Знаете, слепые очень многое боятся. А вдруг они начнут тонуть, тогда они не знают, как выбраться оттуда. Мы, конечно, можем поднять глаза, посмотреть, и можем сразу понять, в какую сторону нам нужно выбираться. Однако, слепые не могут этого увидеть, поэтому они многого боятся. И ему говорят, «Иди, купай на силаме, и умойся». Конечно, слепой он боится, а вдруг я утону. И интересно, когда вода прикоснулась с брением, когда он начал умываться, когда начал умываться, у него открылись глаза. И это удивительный мир. Не забываем мы впечатление, ту радость, которую он получил. Да? Если на фотоаппарате, знаете, он был как на пленке, темно-темно было перед ним. Но, знаете, если заходит свет, фотоаппарат, на пленку, тогда свет сохраняется навсегда. И то же самое слепой. Когда вошел к купальню силам, и когда начал умываться, он начал умываться, и когда он умывался, он начал видеть, что это такое. Интересно, что это? Я начинаю умываться. Что это? Ни разу в жизни он не испытывал подобное. Впервые он увидел свет. Это ясность. Что это может быть? Что это? скажите, что это? Я что-то вижу. Оно моргает. Скажите, что это? Он не знал, как выглядит свое лицо. И он впервые увидел свой вид, который отражен в воде. Купальня. Он увидел себя. Увидел голубое небо. Увидел солнце. Увидел лица людей. Тогда представляете этому слепому. Он понимает, что был такой удивительный мир. Был мир света. Что существует такое прекрасное. Знаете, я, когда получил прощение грехов через Иисуса Христа, именно неописуемая радость я смог испытать. я, когда меня судили, все говорили, что я присвоил деньги, но я не присвоивал деньги. Почему? Потому что тот свет, который у меня есть, он настолько велик. И этот свет не допускал, чтобы я находился во тьме. Да, я человек, который может своровать, может сделать грех, но этот свет, который пришел от Господа, он заполнил мою душу и сделал, чтобы я не мог находиться и жить во тьме. я был очень сильно впечатлен. И, конечно, мне сказали, что я не виновен. И, знаете, люди подозревали меня. Некоторые звонили мне и начали ругаться. Знаете, я, если был бы мошенником, может быть, но я достоин слушать подобные слова, но когда свет Господа Бога вошел в мою душу, моя жизнь изменилась, этот свет не дает мне находиться во тьме. Свет входит в мою душу и прогоняет тему, которая есть в моей душе. Пока есть свет в моей душе, свет не допускает меня, чтобы я находился во тьме. За это я был очень благодарен. Это было удивительно. Смотрите, этот слепой встретился с Иисусом и то, что он до сих пор никогда не испытывал, удивительный мир он смог испытать. Я встретился с королем королевства Умсвати. Знаете, многие люди, для них очень большая сложность встретиться с королем страны. Я бы подумал, о чем бы они сказали? Многие люди, когда встречаются с королем, о чем они его просили? Многие люди, когда встречаются с королем, что они говорят? О чем они его простят? Другие люди говорят о себе, о своем. Я же не мог говорить о себе, потому что все, что я говорю, это грязно-скверное, и то, что легко впадает в грех. Я не мог говорить о себе. И поэтому я сказал королю, мне дали 40 минут на общение с ним, на приветствие ушло 10 минут, и у меня осталось полчаса, и мне было очень жалко этих полчаса. И поэтому я разделил полчаса, и, конечно, не могу уже сказать все, что хочу, правильно? Поэтому как можно на все я экономил время и рассказывал о нашем любимом Иисусе Христе. И тогда моя душа была очень сильно впечатлена. И ровно когда прошло полчаса, когда прошло время, король смотрел на меня. Он смотрел на меня. И сказал, позже скажите. И еще полчаса я передал слово. Затем, когда я закончил, король сказал, еще скажите слово. Полтора часа я передавал слово королю. Знаете, король, он физически больше, чем я, но мне хотелось его обнять. Он просил, передайте слово. За короткое время я передал Евангелие ему. В его душе свет, который есть у меня, перешел к нему. Я стал един с королем. И теперь правительство Исфатини, представители образования, все следуют за мною. Король следует за мною. Знаете, этот слепой, когда у него открылись глаза, он увидел Господа, который дал свет его жизни. Господь, который спас его тьмой. Господь, который даровал ему новую жизнь. Именно только о нем он может рассказывать. Этот мир говорит об Иисусе Христе плохое. Они говорят, что Иисус Христос является грешником. Раньше, когда он был слепым, он бы просто сказал бы да, если ему дадут денег. Для него это не было проблемой. Для него было главное собрать деньги. Правильно. Для него было главное что-нибудь съесть. Что бы ему до этого не сказали, он со всем соглашался. Но теперь же он не мог просто согласиться. Когда об Христе говорят плохое. Да, он был необразованным, нищим, но теперь с дерзновением, смело он говорит. Я не знаю, грешник он или нет. Однако я одно знаю, что я был слепым, и у меня открылись глаза. Смотрите, как это удивительно. Кто открыл ему глаза? Кто мог дать ему подобную душу? Кто мог дать ему силу, чтобы так сказать перед фарисеями? Иисус Христос, которого встретил слепой, такой же Иисус Христос пришел ко мне. Многим люди говорили обо мне плохое. Меня ругали. Но каждый раз Иисус Христос, Он находился рядом со мною. Мне казалось, что Иисус говорит, что Он со мною. Мне казалось, что Он работает у меня. Поэтому я передавал Евангелие. В этот раз некоторые наши журналисты сняли видео, как мы проводили СЛФ. Знаете, я был очень сильно впечатлен в этом форуме христианских лидеров. Сотни людей собралось в одном месте. Они сидели за столом. Я передавал им Евангелие. Знаете, я спустился с микрофоном с кафедры и ходил между столами и передавал слово, держась за их руки. Я передавал слово. Знаете, пока я передавал слово, я сам был удивлен. Это был уже не я, которого я знаю. Знаете, они слушали это драгоценное слово Евангелие и радовались со мною. И знаете, там был один пастор, который намного был больше, чем я. Я спросил, сколько вам лет? Он говорит, 50 с чем-то. Я говорю, ты мой сын. Он получил спасение. Очень радовался. А потом оказалось, что он был основателем большой миссии. Знаете, мы можем ошибаться, но ничего страшного. Может, мы опозоримся, но это ничего страшного. Потому что радость, которую я получил через них, она намного больше. Та благодать, спасение, которое Иисус дает, оно намного больше. Именно поэтому Его благодать ведет нас. Его свет ведет меня. И Тима уже не может действовать, влиять на меня. Ненависть не может влиять на меня. В 62-м году, когда я встречался с Иисусом Христом, знаете, я был одним из самых несчастных людей этого мира. Но уже сколько лет прошло? Сейчас 2019 год. Получается, 52 или 57 лет прошло. Не могу точно посчитать на месте. Но за это время я уже не был мною. Не тот уксупа, который был раньше. Потому что я не был таким. Я думаю, и слепой говорит то же самое. Да, я не мог раньше говорить подобное. Раньше я просил только денег. Раньше я просил, чтобы мне дали несколько монет. Для меня было самое главное немножко поесть. Раньше для меня было самым главным, чтобы кто-то накормил меня. И я ничего не требовал. Но когда я встречался с Иисусом, я говорю иные вещи. Книжники, фарисеи. Я начинаю с ними бороться на стороне Иисуса Христа. Я не могу не говорить об Иисусе Христе. Никто не заставлял, не учил, никто не просил ему говорить за Иисуса Христа. Но свет, когда вошел в душу, этот свет позволил нас освободиться от любого греха. И также яркий свет Иисуса Христа вошел в нашу душу. И сначала пришла свет, и он увидел свой вид. Он увидел себя отраженного в воде. А, вот каким я был человеком! Вот какой я был некрасивый человек! Я был человек, у которого ничего хорошего не было. И Иисус Христос дал свет! И свет вошел в его жизнь. И теперь он живет новой жизнью! Иисус Христос открыл ему новый мир! И этот путь был очень прекрасным, очень радостным. Мы проводили всемирный лагерь, и мы поехали из Пусана в парламент, который в Сеуле. И поэтому утром мы отправлялись, и тогда организаторы дали мне задание. Мы выехали из Пусана, и нужно было поехать до Сеула. И пока мы едем до Сеула, мне сказали, что до остановки в городе Сан-Сан, мне нужно будет пообщаться с таким-то министром, а потом с другим министром. А из парламента до Сан-Сана снова пообщаться, и с Сан-Сана до Пусана еще, и так четыре министра должны пообщаться со мной. И я встретился с министром из Южной Ливии, когда мы ехали из Пусана до Сан-Сана. И что мне говорит этот министр, он с детства верит в Иисуса Христа, получил прощение грехов, и у него есть Дух Святой, он родился свыше, получил спасение, но я грешник, говорит. Знаете, она очень многое получила, и она была очень высокой ростом. И на пляже Хеон мы проводили обед с мэром города Пусан, и он, она когда говорил приветственное слово, поскольку микрофон был низким, она согнувшись начала рассказывать, знаете, она ни с кем невозможно сравнить. У нее есть ясная вера, и поэтому то, что я буду спрашивать о вере, она может быть недовольна. Она говорит, я точно получила прощение грехов, родилась свыше, получила Духа Святого, получила спасение. Почему этот пастор начинает мне говорить, да, низкий рослом пастор, да, говорит что-то мне о моей вере, и простите меня, пожалуйста, но это правда, поэтому я говорю вам, я же не знаю английский язык, и, да, пастор не знает английского языка, и что-то хочет мне сказать. Знаете, когда я встречаюсь с министрами из Африки, знаете, будущим министром, да, неважно, на каком языке они говорят, но только я единственный, кто не знает английского языка. Среди министров, знаете, на французском они разговаривают, но все равно они знают и английский язык. Только я один, кто использует переводчика. И в тот день, знаете, я, который не знает английского языка, что-то говорит ей, да, конечно, она прямо мне не сказала, но она была очень уверена в своей вере. когда мы приближались к станции Сан-Сан, знаете, я всегда, знаете, очень слабый, но я сказал ей, знаете, когда мы почти приближались до остановки, я передал ей Евангелие, она получила прощение грехов. И, знаете, она так удивлялась. И, знаете, она очень любит меня и называет меня старшим братом. У меня есть два младших братьев и сестер, которые работают министрами. И министр из Танзании называет меня старшим братом. И посол из Парагуая называет меня старшим братом. И три человека, да, у меня есть два младших брата и одна младшая сестра. И министр из Южной Либии, когда она получила спасение, она очень радовалась и отправила подарок. Конечно, мне тоже нужно отправить подарок, но у меня нет подарка. Но она после того, как получила спасение, она не смогла еще раз приехать в Корею. Но, вернувшись в свою страну, я хотел передать Евангелие. Знаете, поехав в Африку, в страну, где нет нашей церкви, собрать христианских лидеров, читаю лекцию. Знаете, я просто читаю лекцию. Неважно, я передаю или другой читает лекцию. Саму Евангелие Господа Бога, когда входит в душу человека, открывает глаза ему. До сих пор мы смотрели одинаковые Библии. Без исключения. мы получаем прощение грехов и когда человек рождается свыше и будет читать Библию, то это будет уже не та книга, которую мы знаем. Мы даже будем стараться вернуться в прежнего себя, мы не сможем вернуться. Мы становимся новой тварью. то же самое было и слепым. Когда ему рассказывали об Иисусе, когда ему Иисус передавал Евангелие, когда Иисус говорил о свете, просто он был доволен, если ему дают монету, для него было главным, сколько эта монета стоит, от этого зависела его радость и счастье. такой жизнью он жил. Собирая некоторые монеты, он собирал то, что люди дают, веселился, радовался, и вот была вся радость его жизни. Какая жизнь перед ним, чем он занимается, он не мог предвидеть. И поэтому он жил тем, что если монеты остаются, тогда он думал, что в воде я смогу найти деньги, есть вкусное, и такой жизнью он жил. Но когда он встретился с Иисусом Христом, впервые в своей жизни этот слепой, знаете, что он начал делать? Он, когда хочет, встает утро, он раньше просил милостыню и сам решал, что ему делать, как ему жить. Но впервые в своей жизни он следует не за своими мыслями. Идет купаль на села по слову Иисуса Христа. Если не Иисус Христос, он бы не думал пойти в Силам, но поскольку он не видит, поэтому может стыкнуться, упасть, или там же неизвестно, что ему ждет в пути, когда упадет в воду, он же не видит, поэтому может погибнуть, поэтому нужно быть очень осторожным и очень опасно пойти к купанию Силам, но он все равно идет. Спрашивать, где Силам, скажите? скажите, где Силам? Куда мне нужно пойти? Когда он идет, он идет слепым, находится во тьме и направляется в Силам, спрашивая дорогу у людей. Интересно, почему же он сказал мне пойти в Силам? «Если я умысь с Силами, что может произойти со мною?» Он не мог предвидеть, что его ждет там. «Да, может, он говорит умыться, потому что я очень запачкался сильно? Почему же он бреднее помазал на мои глаза?» Его очень многое интересовало. Ему хотелось спросить, «Да, Иисус сказал, чтобы я пошел к купанию Силам, но только он единственным говорил пойти в купанию Силам, и поэтому, хотя он не знает, кто это ему говорит, но по слову его он направлялся к купанию Силам. Дорогие братья и сестры, подумайте, как он шел. В Четвертый царств было четыре прокаженных в ворот Самаре, и они говорят, «Почему мы здесь сидим и ждем нашей смерти?» «Да, если мы пойдем в город, в городе город, и мы погибнем, и находясь здесь, мы тоже погибнем, поэтому пойдем в стан сирийский». Если они нас умерт грят, значит, умрем, если же оставим живых, будем жить, без никакой цели, просто, потому что если они останутся, они погибнут, поэтому, чтобы избежать смерти, поскольку там не было пищи, они, думая о пище, направляются в стан сирийский и получают руководство от Господа Бога. Четыре прокаженных, они идут в стан сирийский. То же самое, как этот слепой направляется в купальню села. Очень схожая ситуация. они еще не были в стан сирийском, поэтому они не знают, что их ждет в стан сирийском. Могут нас умертвить или же могут оставить нас живых. Неизвестно, сколько там еды и сможем ли мы вообще там питаться. Они не знали, что их ждет, но до сих пор они следовали за своими мыслями, но теперь они идут в ту дорогу, которая полностью отличается от их мыслей. Они следуют за словом Иисуса Христа. Они идут по новому пути. И пока они не дошли до цели, они не знают, что их ждет, но по руководству Господа Бога они направляются. Почему же Иисус Христос не открыл глаза и сказал пойти, а помазал бренья и сказал пойти? Может потому, что не было воды? Падая, спотыкается, да, может поцарапается, но все равно аккуратно направляется к купальни селам. И слепые падая, спотыкаясь, направлялись к Стану Сирийскому. Одно мы можем ясно знать. да, они ничего не могут представить даже себе, но руководство Господа Бога ведет их. Бог ведет их. Да, они могли находиться просто у города, но они идут, спотыкаются, падают, все равно встают, идут, спотыкаются, падают, они говорят, ой, у меня не получается, друзья, идите без меня, я не смогу пойти туда, поэтому оставьте меня, потому что у меня ноги болят. Друг, о чем ты говоришь? Даже если мы умрем, мы умрем вместе, если будем жить, значит будем жить вместе. Да, конечно, было бы хорошо так, но я больше не могу идти, друзья, если вы пойдете со мной, тогда и вам будет плохо, оставьте меня. Да, идите сколько получится и умирайте. О чем ты говоришь? Мы должны идти до конца вместе. И четыре прокаженных они направляются в стан сирийский. Они как этот слепой по руководству Господа Бога. Они не знают, что их там ждет. Не знают, какая проблема или трудность ждет их впереди. Но к нашему удивлению, да, до сих пор я следовал за нашими желаниями с плотскими похотями. Но теперь четыре прокаженных и это слепой. Они следуют не за своими желаниями, не по собственному воле, не потому, что им этого хочется, а по руководству Господа Бога. Они впервые в своей жизни по руководству Господа Бога делают шаг вперед. И Бог ведет их. Бадают, да, и такое было. Но дорогие братья и сестры, Господь Бог, как вел этих четырех прокаженных, как Бог вел слепого купания села, всех людей Господь Бог хочет вести свою благодать, свою милость. но люди, они падают в свои желания, в своих лукавых мыслях и направляются в другую сторону от Иисуса. Скажите, пожалуйста, правильно ли я иду в купание села? Да, да, вы идете правильно. Хорошо. А еще долго идти? Чуть-чуть осталось. Ой, спасибо вам большое. Да, он не видит, поэтому должен спрашивать и впервые идет по такой дороге. Чуть-чуть, если я пройду, я смогу дойти к купальни села. Интересно, почему же он сказал мне пойти к купальни села? Почему же он говорит, чтобы я омылся? Я не знаю, конечно, но до сих пор я следовал за своими мыслями, но теперь же он не замечает, но он хочет получать руководство от Господа Бога, от Иисуса Христа. Такая жизнь у него начинается. Это удивительно. В 62-м году, когда я встретился с Иисусом, тот, кто вел мою жизнь, это был Иисус Христос. Это было очень впечатляюще. премьер-министр говорит, знаете, в нашей стране тяжело, мы бедные. да, даже заметно, что они бедные, и министры тоже живут в таких условиях. вечером он приготовил для нас ужин. Знаете, наша миссия, и у нас есть служителей, и где-то 100 человек собралось. Я спросил, сколько денег понадобилось, чтобы накормить? Сказали, 2000 долларов. Я был так удивлен. Но там была очень хорошая пища. Знаете, в Африке так, поесть это нелегко. Получается, наших людей 100 человек, и еще несколько сотен людей представители королевства. Люди были все довольны, и мы могли передавать слово. Я не старался стать таким, но как слепой, когда прозрел, впервые увидел себя отраженного купальни. Да, интересно, кто это же в этом отражении? Оно двигается. оказывается, это мое лицо. А вот какой я человек. Когда Иисус Христос вошел в нашу жизнь и дал свет, я увидел, насколько я безвидный человек. Если 10, то все 10, если 100, то все 100, когда я общался, когда встречался с Ним, Иисус Христос показывал мой вид. И то, что я видел, от этого мне было стыдно, потому что все было скверным. Мне хотелось спрятать. новую жизнь, которую Иисус дал мне, она была удивительной. Я часто говорю, когда мне было 50, я думал, что я буду жить только до 60, и с такой душой я жил. И когда мне было 60, я не умер. Я прожил до 70, и моя цель это прожить до 80. И когда поднимаюсь за кафедр, меня никто не останавливает. Поэтому я с большой благодарностью стою и многое хочу рассказать вам, когда становлюсь за кафедрой. Бог, который действовал у меня, Иисус одинаково хочет действовать и у вас. Об этом я хочу сказать вам. Знаете, я никто, но слепой. Скажите, он разве был выдающимся? Нет, но Иисус Христос, Бог, который дал ему свет, так и мне дал глаза, открыл мои глаза. Я не могу не говорить об этом. И такой же Иисус Христос одинаково будет действовать у вас. Только одно. Из-за того, что я слишком большой, из-за того, что я слишком умный, из-за того, что я слишком правильный, когда я не ценю это слово, тогда мне тяжело. Иисус, который является светом. Мама! Мама! Это ты! Теперь я могу видеть лицо матери! Представляете, как ему было тепло на душе! Вот как выглядит моя мама! солнце сияет утром! Вот что такое цветок! Все было для него новым! Для этого слепого! Все было новым! И все оно собирается его душе, его сердце! То удивительный Иисус Христос, о котором он до сих топор не знал начинает действовать в нем! Я часто говорю об этом, когда мы впервые поехали в Тегу, мы провели собрание в воскресенье, и у нас не хватало пищи, у нас не было угля, чтобы топить дом. когда я собрался домой, я сделал жену, и я чувствовал вину перед моей супругой, и мне не хотелось пойти к моей жене. Собрался в зале, и я хотел принять решение перед Богом. Бог, дай пищу, пожалуйста. уголь, я молился. Но если думать по-человечески, не хватает еды, нет угля, представляете, как мне было тяжело, но когда я молился Богу, мне было не так. Я молился, на втором этаже в зале, сижу в холодном зале, и исчез мой бедный вид. Мне казалось, что я сижу напротив Господа Бога и общаюсь с Господом Богом. и тогда та душа, которая была у меня, это была не душа этого мира. Бога. Если вы сядете перед Господом Богом, разве вы будете просить Господа Бога, чтобы Бог дал вам картошку, хлеб? Нет же, быть такого не может. Даже из-за того, что я здесь, из-за того, что я думаю, что я бедный, поэтому я прошу Господа Бога, чтобы Бог дал мне хлеб, дал уголь. Но когда моя душа стояла перед Господом Богом, теперь хлеб для меня не было проблемой. Господи, в Тихом океане есть много островов. Скажи, пожалуйста, какие люди там живут? В чем они там одеваются? Чем они питаются? Скажи, скажи, кто там будет передавать это драгоценное Евангелие? Наши миссионеры, они живут удивительной жизнью. Находясь в той стране, я первый, кто с Евангелием вошел в их страну, в эту страну. Я впервые с Евангелием вошел в этот дом. когда Евангелие выходит в мою душу, и Евангелие, оно стучится в мою душу. Получить спасение или нет, это не важно. Представляете, какая слава будет ждать? Насколько это будет удивительно. Знаете, настолько это удивительно, что мы можем победить голод. Иначе я бы зависел от нищеты, бедности, поэтому я бы воровал бы. Но я положил огромную славу. Я был так сильно впечатлен. Некоторые служители оставляют служение. Но это ведь служение такое драгоценное. Как они могут оставлять подобное? это Евангелие передает надежду, радость, счастье. Да? Стучаться в дверь, это большое счастье и радость. Этот человек слушает меня или нет? Да, я переживаю, но удивительно, что когда я передаю Евангелие, Господь Бог действует в моей жизни. Представляете, какая слава это будет нас ввести. Что бы мне ни дали, я не могу поменять подобное. Это было удивительно. Знаете, мы в Библии можем увидеть, как те слова, которые вышли из уст слепого, это были подобные слова. Люди говорят, Иисус это грешник, слепой смеется. Я не знаю, он слепой или нет, но одно я знаю. Я был слепым, а сейчас стал зрящим. И вы ведь тоже знаете об этом. этот человек, когда открыл мои глаза, вы говорите, что не знаете, откуда он. Но не было от века, чтобы кто-то открыл глаза слепому. Бог слышит молитву, он услышал мою молитву, и вы не знаете откуда он. Если не от Господа Бога, как подобное могло произойти, скажите. Книжники фарисеи, фарисеи ничего не могут сказать перед слепым. Вот в чем разница между людьми, у которых глаза открылись, у кого не открылись глаза. это было удивительно. Знаете, он радовал нашего Господа Бога. Мы встретили Господа Бога, встретили Иисуса Христа. Веришь ли Сына Божьего, а кто ты? Я верую, что ты есть Сын Божий. И открытыми глазами он встретил Иисуса Христа. Теперь он мог видеть лесу Иисуса Христа. Он мог хвататься за руку Иисуса Христа. Теперь он мог идти вместе с Иисусом Христом. Именно такая жизнь началась у него. Дорогие братья и сестры, мы кровью Иисуса Христа получили прощение грехов, но дьявол закрыл наши глаза и нам кажется, что дьяни Иисуса Христа слишком маленькое у нас. кажется, что дела этого мира намного больше и часто бывает, наша душа меняется. Однако нигде в этом мире нет большего, чем Иисус Христос. Нигде в этом мире нет ничего счастливее, чем Иисус Христос. Нигде в этом мире нет больше, чем благодать Иисуса Христа, благословения Иисуса Христа. Нет ничего подобного. Многие люди обмануты дьяволом. И поэтому они уходят от Иисуса Христа, от церкви. Но славный Иисус Христос. Теперь мы должны открыть глаза нашей души и смотреть на Иисуса Христа. Иисус, который действовал у слепого, открывает наши глаза. Слепой, который поднял хромого, нас, хромых, в духовном плане, хочет, чтобы мы встали и чтобы мы без перерыва шли. И когда мы смотрим на Иисуса Христа, вы не являетесь слепыми, вы не являетесь хромыми, вы не являетесь грешниками. А вы те, которые радуют Господа Бога. И мы будем находиться в славе Божьей. Разве это не удивительно? Слепой? Как он? У нас теперь открываются глаза. И будем бороться с теми, которые говорят плохое об Иисусе Христе. О том, что Иисус открыл мои глаза. И Он даровал мне радость. Иисус умер за мои грехи. Иисус сделал меня святым. Хочется об этом свидетельствовать, говорить и проповедовать. Давайте все мы вместе будем говорить об Иисусе Христе и оставшуюся нашу жизнь. Давайте покроем нашу жизнь Иисусом Христом. И как этот слепой приобрел радость через Иисуса Христа, давайте, чтобы и наша душа также покрылась Иисусом Христом. Субтитры создавал DimaTorzok